Вышла пройтись, ребята. Сейчас в АТБ схожу, в Аврору схожу. Побывала в новом магазине. Мама рекомендовала мясной магазин. Да, неплохой магазинчик, неплохие цены. Но я сегодня скупилась уже. В следующий раз как-нибудь и там закупочку сделаю. Сейчас в Аврору зайду, гляну. Мне бы еще лотков для рассады купить. А, кстати, и туалетная бумага заканчивается. Музыка играет. Хочу вот такую зажигалку взять для дачи. 69 гривен. Но тут длиннее. Для печки хорошо такая. И такие есть по 34. Я такую брала, быстро сломалась. Вот эту хочу взять. Ой, что тут есть? Что тут есть? Куча всего, куча всего. Так, ладно, надо бумагу найти туалетную. О, платочки. Сколько такой стоит? Что, 55? А, надо его пикнуть. О, все. О, 39 гривен. Надо брать. Я один возьму. Я не могу достать. Прикольный. Для томатов. Будет. Все, я его беру. Смотрите, что нашла. Мышеловка по акции по 19 гривен. Она одна. Больше нет. Я одну тогда беру. А что это такое? Ага. Это долг проращивать. Люцибульки. Прикольно. Подумаю, взять морковку, не взять вот такую еще дополнительно. 15 гривен, по-моему. Морковка такая. Все, ребята, вышло. Вроде ничего не купила. 460 гривен. Раз, и не мог. И не мог. Сейчас в еще один магазинчик зайду. Там когда-то такие недорогие, но хорошие ведра были. Сейчас буду идти, как баба с ведром. Куплю ведро. Надо каждый год хотя бы по ведерку подкупать. Потому что не хватает на даче ведер. Не, нема там тех ведер. Жалко, конечно. Но нету. Так, зеленый. Я прохожу. Закончились. Есть, но маленькие какие-то такие пятилитровые. Они мне не надо. Боже, я выходила. Было светло. А сейчас уже темно. Короткий день еще. Так, ребятки, я уже дома. Сейчас я вам покажу. Ой, сейчас уберусь чуть-чуть. Покажу вам, что я купила в Авроре. О покупке в ЭТБ сделаю отдельный обзор. Так, подождите, подождите. Албе Чир делаю. Ну, ё-моё. Ну, подождите. Я же вот сюда, куда она. А, есть. Все, есть чек. Так. То, что мне нужно было, это туалете бумага. А потом зашла в ЭТБ, а там в ЭТБ акция на бумагу. А я уже в Авроре набрала. Да ладно. Так, туалетная бумажка. Две на дачу и две домой. Так, бумага туалетная. О, по-моему, по 9 гривен. Да, тут разве что найду. Папир туалетный. Да, четыре штуки по 9 гривен. Итого 36. Так, потом. Я взяла вот такой вот, ребятки, кондиционер для белья. Он из недорогих. Но я уже не первый раз его беру. Мне так нравится. Брала фиолетовый и брала роза. Розовый мне больше всего нравится. Слушайте, так белье пахнет. Ну, не скажу, что он в полотенце прям супер мягкими становится. Но я больше не для мягкости, а для аромата беру. То вот такой мне нравится. Сейчас я вам скажу. По-моему, 55 должно быть. Да, 55 гривен. Кондиционер для белья. Квитковая свежесть. Цветочная свежесть. Вот такой. Литраж здесь. Один литр ровно. Так, есть. Дальше. Ну, собственно, вот он поддон для рассады. Вот так и называется. Поддон для рассады. Но смотрю, что в нем нет дырочек. Слушайте, садоводы и огородники. Надо ли делать дырочки? Я делаю дырочки. И мне в прошлом году написали, что Юля, а я не делаю, не обязательно. Главное не переливать и дырочки не нужны. Потому что, чтобы дырочки сделаешь, надо искать, что сюда подставить. Не всегда это что-то найдешь и так далее. Напишите мне в комментариях, обязательно делать дырочки или нет. Ну, такой вот он большой. Довольно-таки глубокий. Вот такой. И большой. Так, вот такой вот поддон для рассады. А цена его... Так, 39 гривен. Недорого. 25 на 40. А высота 9 сантиметров. Нормально. Так, потом дальше. Ребят, все-таки взяла я эту морковку. Так, на всякий случай, думаю, пусть будет. Королева осени. Так, королева осени у нас стоит... Ой, боже мой. 14 гривен. 14. Вес. Здесь я не знаю. Какой тут вес? Непонятно. Короче, ну, свежая. 23 года до 27. Вот. Вес. Что-то как-то не вижу, чтобы где писали. Так, ну, ладно. Так, дальше, ребята. Взяла на дачу вот такие перчатки. Всегда их беру. Трех цветов. Цветов. О, трех цветов. Вот. Это обычные, тоненькие. В них не жарится, не парится рука. И со стороны ладони такие вот резиновые пупырышки. То есть, ничего не скользит. Вот. Оранжевые, зелененькие и синенькие. Так. И стоят они по 9 гривен за пару. Три штучки на 27. Три пары. Так, потом, ребята. Вот она, мышеловка. У нас когда-то на прошлой даче такие были мышеловки. Мы покупали. Так, вот эта штука, я так понимаю, что не нужна. Так, а где мои эти? Нема, ножницы. Ну, это не нужна, правильно? Ну, зачем она? Это просто. Ой. О, все, это убирала штуку. Я не помню, как она работает. Ага. Вот так вот она натягивается. Ну, поняли, натягивается до щелчка вот сюда. Слушайте, так она прям туго натягивается. А что её потом назад вернёт? Ой, блин. Сломала. Всё. А шо? А шо её не так... А шо, не так тянуть надо её? Вот этот должен сюда войти. Чего я ничего не поняла? Ничего не поняла. Короче, взяла, сломала. Она не цепляется. Тут не стопорится. Не стопорится. О, застопорилась. Ну, и теперь нету этой части. Короче. Всё. А чё она отломалась? Я так и не поняла. К чему? Короче, хорошо, что она недорого стоит, ребята. 19 гривен, она там была одна. А как её теперь назад вернуть? Хм. Короче. Ну, в любом случае, я её и сломала. Нет, шо ты. Всё. В мусорку, блин. Ой. Так, Юля, Юля. Дальше. Дальше. Зажига. Вот такая. Жёлтенькую взяла. Так. Зажигалка. 69 гривен. Вот здесь вот, типа, чтоб не нажал. Ключ. Вот замок от детей. Вверх подняли. Газ отрегулируется. Вот, например, наполовинку. Оп. Зажигается. Максимально. Оп. Зажигается. И вот здесь можно заправлять. Заправлялка у меня есть. Всё. Такая зажигалочка. О, ну я расстроилась за мышеловку. Юля полезла своими граблями, блин. Всё сломала. Так, дальше, ребята. На даче я не нашла расчёсок. Одну я выкинула, которая в летней кухне была. Там на неё мышки накакали. Вот. А в доме просто пропала расчёска. Была расчёска, пропала. Ну, она уже такая старенькая. Я взяла вот такие две расчёски. Должны быть они по 39 гривен. Значит, одна вот такая. Что мы это закручивали? Где мои ножницы пропали? Я ничего не могу понять. Так, одна вот такая. Тут что-то крутится. Не, она держится нормально. Ну вот, сейчас чёлочку расчешу. Вот такое. Не фонтан. Ну, 39 гривен. Для дачи пойдёт. А вторая вот такая. Розовенькая. Вот такие вот зубья. Видите? И она так чуть-чуть изогнута. О, это вот хорошее. Лучше в две таких взяла, чем вот эту. Это вообще не очень. Это классно. Ну ладно, пойдёт для дачи. Так, две такие чесалочки, расчёсочки. Потом мыльница. Вот такая. Красивая. С крышечкой. Прозрачный такой. Так, мыльничка у нас стоит... Сейчас, ребятки. Мыльница 24 гривны. Недорого, да? С крышечкой красивая. Так, и последние, ребятки. А, тут ещё я взяла... В аптеку зашла. Взяла два. Обезболивающее. Так. И последнее. Хочу поменять для ложек вилок. Себе здесь в кухне. Не нравится она мне уже. Там вода собирается. Неудобно сливать. Её каждый раз мыть. Вот. Чем мне это приглянулось? Тем, что здесь, видите, есть, видно, когда водичка собралась, вот тут носик, так раз, и слили. То есть, ничего, никакие ложки вилки в воде не стоят. Вот. Ну, единственное плохо, что вот эти вот штуки несъёмные, то есть, не совсем удобно будет здесь мыть. Хотя, можно мочалочкой добраться. Вот тут не очень. Вот. Вот тут вообще неудобно мыть между двумя. Ну, не знаю. Мне она понравилась вот этим вот, что есть слив. Были голубенькие и были розовенькие. Вот. Она стоит, по-моему, 99 гривен для столовых приборов. Тут для маленьких ложечек. Ну, правда, для меня так немножко мало пространства. Но подкупила вот эта вот штука. Так. А, ещё должно оно... Сейчас опять сломаю. Должно откручиваться, чтобы её, например, помыть там. Да? Я боюсь сломать. Не, ну, должно уж она сниматься, чтобы здесь промыть. Ну, крутится. И шо? Короче. О! Всё! Снимается, чтобы помыть. Вот. Всё. Вот так вот. Вот так слили и всё. Короче, вот такие у меня покупки в авроре. Общая сумма вышла 460 гривен. Ну, смешаловка я в шоке. Но я её теперь даже назад не могу приделать. Не могу понять. Вот это теперь держит. Что тут? Шо тебе надобно? А почему она вообще сломалась? Шо оно не давало ему подняться, шо оно сломалось? Вот это теперь держит. Не могу понять, как её. нифига себе продырявила нет мятина просто такое синяя нифига себе это да короче в любом случае такие не поняла что сейчас роль сыграла блин стопорится чудо этого она цепляла короче все я боюсь были нифига себе конкретно надо в другом магазине на другого плана посмотрите такие честные не поняла почему какой причине она отломалась эта штука но она разлетелась на куски хотя можно попробовать на супер клей но вряд ли я уже боюсь сюда пальцы совать блин то нет она разломилась по непонятной мне причине ну и ладно все такой-то обзорчик я себе ребят наварила уху такой вот из головы толстолоба очень вкусную все будет борщ кушать а юля уху такую прям большую большая кастрюляка получилось наша голова то большая так ребятки и голубцы теперь надо плита освободилась голубцы ставлю сделала такую подливочку ой надо сейчас и донести аккуратно томат сметанки добавила выливаю сюда сейчас посмотрим если не хватит далью водички на этом уже должно хватить я побольше сделала до хватит даже даже многовато но что делать выливаю все даже многовато может чуть петь впитается там уже соль тут все никакие специи в подливочку не добавляла только соль точно нормально не люди как соль не хватает мне кажется надо сыпать и она не стоит добавляла такую штучку вместо соли 12 овощей и трав вот так все я ставлю на плиту закипит я переведу на медленный огонь все тушится а мы сейчас садимся ужинать борщ и уху смотрите тут все закипело я переключила на медленный голубчики готовится и наш ужин сегодня на смотри как майонез красиво тебя выдавила спирально борщик тут у нас о сало нарезать к борщу или колбаску нарезать сейчас нарежу борщик это морская капуста это хлебчик лучок есть и я уху кушаю сейчас себе на фигачу еще черного перца сюда вкусно вот на этом все ребятки до новых встреч скоро увидимся пока пока